Доброго времени суток дорогие друзья! Вот как будто мы ожидали, что эти две команды встретятся в финале и покажут нам невероятнейшей красоты игру. И с вами на данный момент комментируют для вас эту игру Маэстро и Керун. Всем привет дорогие друзья! Ну и что, пора у нас обсуждать пики команд. Что ж сказать, сейчас у нас идет второй пик от команды качественный контент и у них первым пиком зашел OmniNight. Устает помнить, что в бане команды... О, Джакир! Отличные два саппорта. Это довольно-таки редкие, но очень меткие саппорты. Что у OmniNight, которому винрей 60%, что у Джакир, который в принципе имеет огромное количество нужных для вообще игры скиллов. У него есть и пассивочка, которая пушит на ура просто. У него есть и стан, и замедление, и макропир, что наносит кучу урона. Ну и инвокер, в ответчик взлетает от команды Silencing Games. Правда, у них не дописано S в названии именно в доте, но ничего, будем называть Silencing Games. У них пикается инвокер, и пока что Свардар, пусть инвокер выглядит довольно-таки сильно, но Свардар, скорее всего, будет идти на хардвейн, а инвокер на мид. Решают они своих саппортов, пока что не показывают. В принципе, верно, потому что Свардар, в принципе, никакой определенный герой в игре не контрит. Прямо так, чтобы уж прям страшно. Например, недавно Сэнфин контрил потом лансера. И инвокер, который, в принципе, тоже персонаж, которого вообще никак не законтрируешь. Ну, серьезно, он очень гибкий, поэтому если тебе что-то плохое с улицами нет, ты просто переходишь в класс экзортовый билд, и через шарики на класс свергенишь себе хп, и стоишь на технологии довольно-таки легко. В общем, пики очень интересные. Сейчас в бан улетает у нас антимаг. Хотя, да, я забыл представить, у нас банят команды качественный контент Void, Beastmaster, Juggernaut и Phantom Lanser. В принципе, они банят почти что трех керри, если учитывать, что будет керри, а не хардвайнер. И хардвайнера и лесника Beastmaster. А в это время команда Silent Games забанилась к Эмирану, Шаттл Демона и Антимаге, что, в принципе, понятно, потому что вот только недавно мы видели, как команда качественный контент с пиком, в котором был и Шаттл Демон, и Антимаг, выиграли игру. Там, кстати, была еще и Эмирана, молодцы. Возможно, они смотрели даже стрим. Возможно. Пикается у нас сварка для команды качественный контент. Это довольно-таки интересно. В принципе, связка довольно-таки хорошая, потому что он не найдет, пишет РП на сварка, и у сварки будет бесплатное БКБ, которое, ну, по сути, пробить здесь пока что нечем. Однако, однако, сейчас у нас пикает команда Silence in Games, после того, как они забанили в Руссу, кстати говоря, и сейчас, если они решат сделать довольно-таки верный решение, то они просто передают физурон. Кстати говоря, пикает физратор, это довольно-таки сильно. Не самый сильный герой, так сказать, в саппорт позиции, но он единственный саппорт, который вам так что-то показали, поэтому все еще может измениться, может купить с каким-то определенным саппортом, он будет смотреться отлично. Ну и всегда, что-то считывает возможность, что все-таки свардар пойдет на керри роль, и не на хардвейн. Тогда уже хардвейн могут быть, как бы, Дарксира, который в купе с дистратором как раз-таки уже отлично сочетается. Ну и стан свардара будет просто отлично летать в вакуум. Так, Spirit Breaker, это довольно-таки интересно, и очень редкий пик, его очень редко пикуют. Это качественный контент попытаются навязать активную доту. И, скорее всего, ну да, принцип нет, даже не скорее всего, 100% это будет хардвейн. Ну что сказать, Spirit Breaker, стоя на хардвейне, стоит, в принципе, довольно-таки недолго, он получает там второй-третий уровень, начинает бегать по всей карте. Наверное, на это же и надеется качественный контент. В Vengeful Spirit, да, вот второй саппорт залетает в команде Silence in Games. У них все-таки вот какая-то вот такая вот мания пикать саппортов чуть позже, а с мидера и каплейнера. То есть третьим чертнителем забирать. Это очень интересно. И если так посмотреть, то это очень агрессивная трепла будет, если сейчас пикут еще и керри. Потому что все-таки я считаю, что Салат Даркс здесь пойдет на хардвейн роль, тем более тут, ну да, да, скорее всего, на хардвейн роль. Бан улетает Спектра, в принципе, молодцы, потому что в этом каком пике Спектра наносил бы просто кучу урона. И, скорее всего, сбривал бы сразу и Омни Найд и Джакира. За свою ульту в Лейте. Поэтому правильное решение команды качественный контент довольно-таки верное. Ну и последний бан. Ожидаем. Слушай, да довольно здорово ты описал вообще все пики. Мне очень сильно понравилось. Вообще без установки полностью. Вся характеристика полного вот этого вот противостояния сейчас. Мне очень нравится, на самом деле, сейчас пик качественного контента. То есть это ранняя агрессия Джакира. Мы не раз видели то, что уходит на мид. Вот не обратил внимания, сказал ли ты это или нет. Нет. Просто с ликвид фаером сносить, пытаться вышки подхарашивать. Ну, то есть ему никаких проблем не составит пропушивать свою линию. Просто один раз ударив ликвид фаером, там крипы также будут страдать. И подходить просто к вышке, по одному удару делать, и она потихонечку будет падать. Вот. И, соответственно, с этим где-нибудь минута до десятой, где-нибудь, наверное, если получится все-таки снести вышку, начинать устраивать какой-то хасл на карте ходить со своей командой. И вылетает в пик Вивер. Вот так вот. Вот это интересно. То есть Вивер здесь отправляется... Отправится ли он в керри? Вот интересно, что? Это, скорее всего, керри, да. И я сейчас хочу подметить то, что у команды Silence in Games очень много минусов армора. Что Свардар, что Вивер с тараканами, что Венгард. Своих тармских, он минус 5 армона или то ли, минус 7 делает. Да и еще Инвукер с фаджами фаджи уменьшают армор, поэтому это очень много минусов армора. Они входят в физ-урон, но при этом у них еще есть куча макракаста от Дезраптора и Инвукер. Ну, Инвукер в главной степени, конечно. Поэтому очень интересный сбалансированный пик. Однако, как он будет сыгран, это, конечно, уже другое дело. Ну, тут что интересно, то, что тут два таких дистанционных героя присутствуют. Это Вивер вместе со Сварком. То есть, что один будет там, да, Шадлденсия бегать постоянно, его будет не поймать здесь. Ну, хотя Дезраптор, Инвукер, Свардар все вот это вот присутствует. Можно в Кинетик Филдс и, кстати, Штармом поставить, можно там в Торнадо поймать. У Свардара также стан массовый. То есть, Свардар может немножко так... Ох ты! Вот этого я немножко не ожидал, кстати. Да, это вообще редкость. Вот этого я не ожидал. Вот это вот круто. Пак против Инвукера. Вся стратегия просто... Я не вылетел! Я тоже. Опять! Классно! Все, супер! Я не вылетел. Что хотел сказать? Да, то, что вот эта вот дистанционная война сейчас начнется. Сварка вместе с Вивером. Тут что по Виверу, конечно, можно так подстанеть, немножко попробовать. Это Братрум, который просто будет на него разбегаться, даже когда он будет в Шакучах бегать, все равно подстанет. Что Джакира айспадом попадет, и там можно... Бак там есть! Есть отличная контра Виверу, то есть ему будет плевать уже на Линкен Сфер, которая в процессе, скорее всего, будет появляться. Может быть, может быть. Либо если нет, то все равно Сайленс Пака идет массовый, то есть все равно будет наплевать на всю эту ситуацию. Ну и давайте все-таки представим людей, которые будут сейчас играть у нас в финале Уикенд Капа сегодняшнего. И начнем. На Дарк Сире будет играть у нас Десперо, на Вивере Кельтас, на Инвокере будет играть Спарт, на Свардаре Чекнути, и на Винге будет играть Адмирал Рассвет. Команда Сайленс Ингейм. Ну и в команде качественный контент. На Сире Брэкер играет Масл Ложерк, на Сварке играет Стрэнгс Бёрден Мизери, на Джакир играет Люцифер, будем так его до сих пор называть, на Фак играет Чержик, а на Омни Найти играет Эпуай. Кстати, да, это третья игра, и он тысячи игроков на Сэмпинге. Сейчас он в Хардвейн пойдет на Омни Найти. Очень интересно. А пойдет ли он в Хардвейн? Вот вопрос. Ну, да, кстати, может уйти. Но щиток бомжа и четыре танга говорят немножечко про его настрой. И, кстати, может сейчас встреча произойдет. Инвокер вместе с Кулд Снэпом подходит сюда на линию. Пошел Айспад, разбег. Спирит Брэкера попробует вот цепануть. Да, стан дает Свардар. Здесь же Винге Фолл Спирит также подстанивает. Кинетик Филд поставили. Ну и может не хватить просто урона. Пытается разбежать, пробежать здесь. Спирит Брэкер пошел Айспад. Попытается ли забрать последняя тычка. И все-таки это Ферст Блат для Дизраптора. Это 1-0 в начале игры. Довольно неплохо. Да, и да, кстати, Омни Найти все-таки у нас Хардвейн. Но придет ли к нему Спирит Брэкер или он будет где-то в лесу ловить Экспу, я вот не понимаю. Наверное, скорее всего, придет на бот. Ой-ой-ой, смотри, у нас все-таки трипл лейн против дабл лейн будет. А, ну еще сейчас прибежит Баратрум. Бежит Баратрум. Разбег взял на Дизраптора. Здесь кто у нас есть, есть Джакира. Также может помочь посражаться Сварк. Есть ли у него Паунс? Да, Паунс вкачан. Бежит Баратрум. Так, Разбег. Немножко совсем остается. Ну и, наверное, он нет. Наверное, он все-таки подбежать просто на линию. Отменит сейчас Разбег. Хотя бы дальше до конца. Сварк прыгает с Паунса. Диспера под Айспадом. Два человека остаются. Сварка остается половиной ХП. Диспера надо пытаться забирать. И Сварка все-таки отправили в таверну. Последняя тычка. Дизраптор тоже умирает. Адмирал Рассвет получает очень много ХП. Нет у Баши. Есть Айспад. Айспад появляется. Будет ли кидать Джакира? Нет. Просто с руки Разбег. Адмирал Рассвет умирает. Чекнуть и так же бьют. Остается мало ХП. Убрат Рум. Но он идет до конца. Есть у него Орбов веном. И Кинетик Филд ставит. Дизраптор отгораживает своего Свардара от неминуемой беды. Это минус два в исполнении команды. Качественный контент в размен на одного Сварка. Конечно, Сварка неприятно. То, что отдали. Но все-таки довольно неплохо. А внизу у нас будет противостояние Вивера против Омник Найта. Тоже довольно-таки интересно будет посмотреть на эту встречу. И Инвокер против Пака. Это прям дерби у нас. Наверху противостояние. Опять прыгнули на Свардара. Свардар откидывается станом. Паунс пока что стоит. Кинетик Филд поставили. Спирит Брекера пытаются норить с руки. Продолжение. Продолжение драки. И Свардар пытается на Адмирала Света. Нет, нет, нет. Все-таки. Все-таки закончили. Активная Дота. И сейчас вот у нас пак Мидиа Инвокер отпугивает. Он полностью доминирует на линии. Если посмотреть на Крипстату. 14 на 2 против 6 и 1 Инвокера. Это очень сильно пак полностью доминирует по своей линии. Явно видно, что человек играет не первый раз на этом героя. Отлично. Да, отыгрывает. Чержик вообще в принципе на Миде. Все эти игры отыгрывает довольно-таки неплохо. Все. Стать Гильдас. Как хорошо-то получил второго уровня за Хилл. Мог сейчас вообще отлететь. Ну и может быть ему нужна помощь. Потому что FY довольно-таки здорово себя чувствует. На нижней линии против Вивера. Имеет он все-таки третий Крипстат на карте. Опережает Вивера. Даже по дынаям. Ну здорово-здорово. Он не кнай отыгрывает-то. Да, он уже третья игру как хорошо играет на Хардвейне. Видно, что парень знает, как стоять на этой линии. Но еще и стоит отдать должное его команде. Она все время делает так, чтобы на линии либо не была трепла противник, либо была своя трепла. Так что вообще стоит похвалить. Команды качественный контент делают реально качественный контент. Какой бы троллинг не происходил, да, с его названием. Все равно они устраивают качественный контент. Ну и Братрум пока что выполняет свою роль. Он бегает по карте, устраивает все-таки экшен. Что в одной, что в другой части карты. Ну и может быть с шестого уровня, с появления шестого уровня у команды качественный контент можно будет устраивать какой-то хассл. Да, разбег пошел на Венгрифол Спирит. Под айспадом Адмирал Рассвет стоял. Паунс также получает. Нету маны на стан и отправляется в таверну за Свардаром. Также продолжается погоня. Свардар получает стан. Есть айспад. У Джакира будет ли кидать? Да, кидает. Отличный айспад. Есть ли Паунс? 7 секунд. Не успевает. Нету маны еще и у Спиритбрекера на разгон. Ну и Свардар убегает. У нас на МИТ сейчас попытаются забрать Пака, но, правда, я не знаю, чем буду забирать. Отличный Торнадо и МИТ, кстати, могут забрать сейчас. Отожирается с Перри Пайра, прячется в Астрал и уходит. Нет, не уходит, у него не хватает ХП, отличный Торнадо. Просто какой-то бог. Это просто и спор, я не знаю. Как он за ивейдил просто две последние тычки? Паку надо дать премиуму с ТВ, я не знаю. Но это класс, это такой хайлайтищий сейчас он устроил. Как он ушел? Такая красотища. Кстати говоря, мы сейчас пока вот смотрели на это. Ты посмотри, крипстат Омни Найта и геймбокер в сравнении нидера и хардлайнера. Да-да-да-да-да. Это вообще нечто. А где Омни Кнайк, кстати? Омни Кнайк, а, наизу я. Вот хардлайн, да. Ну и приходит что? Приходит Пормэн Шилд, есть 700 монет сверху. Слушай, тут можно вообще побаковать, можно в керри попробовать Омни Кнайк. Там с ПТ Саши Яшей какой-нибудь выйти. Мне кажется, на это и есть расчет, на самом деле. Но пока что ничего не приобретает. Пока что есть 800 монет, 840. Но, наверное, все-таки это будет Аркейн Бутс какие-нибудь приобретаться. У Сварка имеется второй крипстат на карте. И пока что F-Wipe отлично отыгрывает на своем персонаже. То есть он так загнабливает этого вивера, что, мама не горюй, керри персонаж команды Сайланс Ингейм ничего противопоставить пока что им не может. Вот что классно. Для команды качественный контент. Да, и если сейчас посмотреть здраво, то, мне кажется, саппортов команды Сайланс Ингеймс надо перетянуться на бот, потому что, ну, вы понимаете, что ваш керри вообще никак не фармит и не мешает один-то подобный кардвейнер. И вы не мешаете керри противника тоже. Поэтому, по-моему... Хотя, как сказать, не мешаете. У него хоть и много крипов, но у него всего лишь 4 уровень и 4 стакана сверху. Но первый крипстат на карте все равно. Ну да, крипстат крипстатам, но если посмотреть... Кстати, по Нетворду, да, посмотрим. Ну да, то, о чем я, в принципе, и говорил. Крипстат, в принципе, не такой высокий. Точнее, Нетвордс. Крипстат пытается забрать у нас... Слушай, я не понял, что это... А-а-а... Диспьера пытается забрать. Пошел орб. Кидает отлично. Торнадо прямо под орб. Пака пошел. Дримкоил. Дисрафтер пытается забрать. Да, Дисрафтер отправляется в таверну. Очередной килл на саппорте от команды. Качественный контент. И пока что все замечательно у них. Пока что они выиграют все линии абсолютно. И посмотрим, что будет дальше. Пак решает все-таки не выходить после сапога. Сразу в даггер разбег на Свардара. Свардара прибегает все-таки Баратрум. Башет его. Баши 17%. Но все-таки Свардар отстанивается и пытается уйти. Да, да, Свардар уходит. Смотри на Омни Найты внизу. Он только что убил Вивера опять. Обалдеть. Это нечто. Это просто нечто. Что творит этот Омник? Он не пьет седьмого уровня. Третья игра подряд парень просто доминирует на Хардвейне. И вот просто представить игра подряд. Это очень сильно. Молодец. Тут, кстати говоря, приходит Джакир. Наймит. И кажется, это будет Ганг. Сейчас вот будет АСП, скорее всего. Да, АСП залетает. Инвокер тут попадается. Каста есть. Нет, у ульты. Торнадо откидывается. И нет. Кидает Костнап. Тауэр бьет пак. Кстати, Пакошки лечник не ляжет. Он уходит. Вардар кидается там никуда. И сейчас пытается, наверное, пойти за Джакира. Но нет, такого не будет. Ну, в это время Вивер приходит на бот и говорит. Парень, это все-таки моя линия, я керри, ты меня тут не стыди, парень, пожалуйста. И уйди. Но не получается. Сейчас мне кажется, он не знает, да фарни, да Микансман, да какого-нибудь. И уже попробует скооперироваться со своей командой. И уже после этого начать... Ух ты ничего себе. Просто полстолба с захила. Да. Вообще законно? Противозаконно. Это капец. Виверу приходится отбиваться. У него только аквила и сапог. Есть еще, конечно, Блайндстоун, но он довольно-таки мало наносит урон на Умник Найта. У которого 12 брони на начале приходят сюда Дарксиру. Дарксиру есть, в принципе, маны на Кинетик Филд. В F.I. Вообще не обижается. Захиливает Деспера. Также может сейчас убить. Разбегается Братрум. Убивает в соло просто против двоих Умник Найт. Под жуками. Все равно ему вообще плевать. Забегает на этого Дизраптора и отправляет его в таверну. Обалдеть. Хочется похвалить, что у Нинайта он купил себе чейнмейл. Да, опять он купил себе броню. Он понимает, что, в принципе, единственный урон, который носит Вивер, это, в принципе, физически. Там Шекучилин не считается. Там очень мало урон. Судаспред всего. Поэтому он покупает себе то, что верющее, это армор. Это очень сильно. Тем более, это крайний выход на Мекку, я так понимаю. Ну да, да, я о чем говорю. Сейчас Мека приобретается в скором времени. Уже 900 монет сверху. Да, вот он. Уже Баклер. Есть, есть Хедреско. 400 монет сверху. И практически уже, практически уже Меканзм есть. 2-0 счет имеет. Вот на миде он нас сейчас забирает, кстати говоря, инвокер, но он откидывается в торнадо. Да, Ганг просто никуда не уходит. И сейчас Кулсав кидается в Жакир, Жакир будет забирать. Слаза приходит, кидает стана, начинает. Отбивает и ударим. Случайно возвращает Пака, но он пытается уйти. Он уходит на пару ХП. Так, Спиридуки мешает всем добивать Пака и уходит. Идет ли он? Сетка, EMP, станк. Соберут. Сгорит. Нет, не сгорит. Добились руки. Это был очень сильный. Сейчас с Силенс Ингеймс отыгрались. Но тут показывает умникнайт, что парни вообще страдают. Как бы нет. Ну и Меканзм летит. Умникнайт уже как бы все. Господи, да как так много-то он наносит, адмирал урон. Репрел еще на себя навесил. Охренеть, красавица. Что творит этот умник? Какой просто просчет игры. Как он читает ее. Ты посмотри. Просто он не сразу на себя репрел повесил. Он парень, ожидал то, что вот именно в данный момент прилетит сейчас стан. И именно тогда он и навесил на себя репрел. Кстати, Сларка здесь пытаются забрать. Вивер, наверное, под шагучами попробует все-таки пробить его. Но есть Шадл Дэнс. Не нажимает. А, все, нажал, нажал. И Кельдаст Таймзлаб все-таки прожимает. И забирает Сларка. Вау. Это сильно. Это сильно. Ну, сейчас, наконец-то. Разбег. Дримкою пошел по инвокеру. Разбежались. Сайланс на инвокере. Стоит. Пошел кинетик пил. Под... 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 Что это? Кулдснаб. О, кулдснаб. А, кулдснаб. Стан. Захил. Отличный. По Свардару. Свардар умирает. Бежит под репелом. Братрум. Братрум. Разбегается на инвокера. Маны практически нету. Вообще нету инвокера маны. FFI. Нету. Есть монаны. Захил. Если захилится... Да. Захиливает еще и Спирит Брейкера. Здесь же Дизраптор. Летит по нему Орб. Минус Дизраптора. Это минус 3. Воу. 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 Полегче, ребята. Что вы говорите? В это время еще Свардар показывает, что он самый сильный керь в этой игре и убивает Соло Вивера. Он говорит, что это была ошибка, братан, извини. Я больше так не поступлю и убивает Соло Вивера. Это очень сильно. Сейчас 5.12. Самое интересное то, что Хардлайнер топовый Детворс в игре. Просто топовый. 5.700 кг. Он знает. Ну, у него 5.01 просто. Не, это нечто. Это нереально. Это просто Хардлайн Омник Найт. F.I. просто на протяжении всего этого турнира творит какие-то невероятные вещи. Я с вами абсолютно согласен. Реально божит. Потому что он в Сент-Кинге тогда заблажил. На ком он еще, по-моему, ходил? Я очень помню. По-моему, они-то о 3-плее ходили? По-моему, последнюю игру. Вот они о 3-плее ходили, но до этого он ходил в Соло. Да, с Сент-Кингом. Я помню. Как мне нравится команда Качественный Контент. Они постоянно играют разными стратегиями. И если даже смотреть наши стримы с противостоянием данной команды, ребята постоянно показывают то, что нельзя ожидать. То есть вот этот Омник Найт, ну кто ожидал то, что он пойдет в Хардлинию Соло? Просто Соло. То есть тут как могло бы предполагаться то, что... Ну, как обычно. Братрум, да, Соло-Хард. Вот Джакира вместе с Омником идут со Сларком и пак стоит в Миде. И Свардар еще забирает, кстати, Сларк. Вот так вот, добаковал. Еще с передбреки на Вивера заходят. Вера у нас хочешь качать, вроде как тарец, по нему нет движения. И что? Так, быкует у нас тут за него Вивера. Это отличный ульт. Будет захил. Нет, оооо, промахивается не чай. Но это, в принципе, байт на ульт. Это отличный байт на ульт. Теперь таймлапс, кдр 60 секунд. В принципе, это одна минута, можно переждать. Но ничего. Попытка была отличная, попытка была отличная. И Вивер это не просчитал. Мог умереть, если бы таймлапс прожил чуть-чуть позже. Ну и будет падать вышка. Не сможет команда Сайланс Ингейм противостоять данному пушу. FI уже очень сильный. Одиннадцатый уровень. Первый. Второй, ладно, уже нетворс на карте. Сварк все-таки дефармил. И забирает еще и вышку. Уже первый. А, уже первый, да, опять. Ой-ой-ой, Вивер еще и Дримкою разрывает. И все-таки отправляется в таверну. Ну что творит этих качественных контентов, это просто нереально. Как вот может судьба так разыграть, да, то что заходит стример, заходит стример на турнир, пишет команде то, что я вот буду вашей, зайду на вашу игру, пишет на самую первую, да. И то, что эта команда дойдет до самого финала и покажет вот такую вот нереальную катку. Ну и Бокер, да, умирает, плевать. Все уж. Уже плевать, по-моему. Уже 16-14, и как вот с этим сражаться, пока непонятно. Что за Тима справа? Тима справа, качественный контент. Да. Включайте вопрос был. Тут у нас идет уже ульт по Асвардару, захиливает Амни Найт, проступки забивает, репел, не пробивается стан, приходит еще и сюда и пак Сжакира, ну и это полный, по-моему, это полный разнос сейчас происходит, потому что вот команда не ожидала, что вот такой вот Амни Найт, имеющий практически топовый над ворс, будет, ну, блин, носить кучу урона, еще и танковать при этом. Да, это реально многоходовочка, я тоже не ожидал, что Амни Найт будет хоржами, честно, не ожидал этого. Я ожидал спиртбрейкера, но никак не Амни Найт, это вообще молодцы. Не, ну тут как могло быть, то, что спиртбрейкер в принципе-то даже и не будет стоять на линии, да? Он получит там второй, может быть, максимум уровень и начнет сплит, ну, гангать по всем линиям, прибегать так же наверх, где стоит Амни Найт, саппорт второго уровня туда, но здесь нет, здесь Амни Найт, какие уровни это вообще? Уровень героя. А Амни Найт имеет первый уровень, первый он в списке уровней, ну это жесть какая-то, пошло торнадо, ЕМП по-двоим отпрыгивает здесь, под репелом забегает, спиртбрейкер, дримкойл, отлично, по-двоим орб так же попадает, айспад забрал винге фолспирит, под лоу хп убегает инвокер, вешает на себя урну, здесь Свардара пытаются разбить, пытаются телепортироваться, но все-таки умирает Свардар и продолжает, здесь еще и баг забрал двоих, даблкил у него, вивер прибегает, пошли тараканы, под тараканов, а у вернулся все-таки бакаутом и продолжает сносить вышку. Ну как вот с этим драться? Троих забрали просто на изи, полный проказ, еще даже Гвардиян Ангел не был использован, вот, Жакир вообще без ультимейта играется, сносят они вышку, разбегается, Баратрум на дизраптер, стан получает, отлично, Сайланс по-двоим вивер, вайспад сбегает, захиливает, вообще без вижена, Свард пошел на дизраптер, чтобы его просто засейвать, ультимейт Баратрума, забирают Венгрифол Спирит, это очередной минус, прибегает сюда Свардар на фу хп, пошел Amplify Damage на Спиритбрейкер, подайспад попадает, вивер, и, в принципе, пока что отходит, отходит, пытается все-таки допушить линию, пошло торнадо, торнадо на Свардар, под лотаром, ЕМП, ЕМП попадает на Баратрума, Omnik Knight был в это время в торнадо, не скинула ему маны, захилили Свардар, Свардар будет на кого-то прыгать, под репеллом, Omnik Knight на Свардара, Свардара подайспадом забирают, умирают еще и Баратрум, все-таки, Генетик Филд на двоих, Свард пытается разобрать их, Кельтас набивает, отличный пак, пак летает, Сайллс по двоим, забивают все-таки вивера, который делает байбэк, Свард, есть Шадоу Дэнс, может по Шадоу Дэнс проюзать, да, под Шадоу Дэнс забегает просто на хайграунд, выпрыгивает и в плотар уходит, не забирают полностью, вышка, телепортируется отсюда, кто? Пак телепортировался, продолжается, не погоня, нет, айспадом откидывается Джакира, телепортируется отсюда, так же и Сварка все-таки решает отступить, отличная игра от качественного контента. Да, просто вот нечто, сейчас он тут целый дымит вам говорил, матч комментировал, точнее бой, это вообще нечто, ну блин, да, вот реально качественный контент, шутка-шутка, но реально, я понял, почему стоит качественный, а не просто контент. Не, ну как бы есть контент, да, контент у них просто сокращение, но есть качественный, это типа, когда вы уже против нас заходите, вы нас прочекаете, понимаете, кто мы такие, это вот на это ориентир идет, ну реально охренительные драки, вот у меня даже нет цензурного слова, может быть это даже не мат, но все-таки, это очумительные драки у нас проходят от качественного контента, их не могут просто в принципе забрать, сколько они сейчас убили, сколько человек из Silence and Game резнулось сейчас за все это время драки. По-моему там минус 8 было, и никто, а, Братрум только отъехал, да, Братрума отъехал, но он там уже без репелла, забаковал, побежал. Репелла навешивается на Сварка, Сварк уже может себя очень спокойно чувствовать, Amplify Damage на него навесили, просто впрыгивает на хайграунд, ему вообще плевать, скидывает Дарпак там с себя Amplify Damage, ну и продолжает пушить, продолжает, заходит торнадо, ни по кому не попадает, EMP кидает также, Джакира не дотягивается, стан по Spirit Breaker, Spirit Breaker разбер под репелом, на инвокера, ультимейт, айспад, отличный, Сайленс, Дримкоил по Свардару, Свардар пока что стоит, будет ли продолжение? Нет, все отступают, это минус инвокера, который делает бальбэк, пытаются задефать все-таки Кельтас, за Файм, который получает урон от вышки, Джакира здесь же подходит, первого уровня откидывается, отличный статик шторм по двоим, прячет в кинетик фил, дул, Овник Найта, который пока что в Сайленсе, но нет, выходит из Сайленса, закиливает, убивает Дизраптора, погоня за Вивером не будет, Вивер под шокучами все-таки пытается уйти, Свардар забирает в себе эхо саблю, продолжается разбег на инвокера, который после байбэка залетает, Дорм с Сайленсом забирает в себе пак этот килл и будут сливать дальше, превосходит богов пак, господи, что происходит, что они творят? Это уже просто апостат ГГ, потому что если мы посмотрим, то Нетворзы полностью вообще перешли, даже самый бедный Спирит Брики сейчас в топный двор засчитай среди евражской команды, так что я не знаю, что делать. Тут уже можно писать ГГБ, да, тут уже просто как-то пытаются вот что-то сделать, но не получается никак, тут уже просто пытаются, Свардар с дороги умирает, ну это по-моему просто уже конвейер идет, да тут уже тут Вивер попытается что-то сделать с Варком, но нет, хотя пусть уж не могут забрать. Нет, он издает Шаду Денс отлично отхиливает, при этом еще отлично стоит у нас на от Жакира, но это еще один минус. Тут просто уже конвейер, да, уже ГГ, 19 минут уши, это была реально отличная игра, и вот отличная игра, а качественный контент точно. Тут уже даже под фонтаном зашли. Ну что, соверши этот стрим, поздравь команды. Ну, поздравляю, в общем, команда, качественный контент, реально отыграл все игры просто вот на высоте, это реально заслуженная победа, ничего плохого сказать вообще никак не могу, ровно как и про команду Сайленс Ингеймс, их немножечко передрафтили, их даже обманули, не то что передрафтили, обманули и их, и нас, стримеров, потому что мне ожидали, что Омни Найт не будет идти в Хардвейн, а он пошел и FY на Омни Найт просто показал, что вивер ему не соперник. Этот Омни Найт, вот эта вся вот эта линия, агрессивная три-пласса с спиритбрекером, оно все зарешало. Реальные молодцы команды качественный контент, я им ожидаю продвижения и дальше, потому что они реально достойны этого продвижения. А Сайленс Ингеймс, я надеюсь, что у них скоро появится в рукаве, каким-нибудь Туз, тоже какие-нибудь такие глобальные стратегии, чтобы удивлять. Они тоже сильные соперники, они тоже добрались до финала, и я надеюсь, удачи, я желаю удачи всем этим командам. Но качественный контент сегодня реально молодцы, реально удивили, что в первой игре, что во второй, что и в третьей, которую мы имитировали. А с вами был Кирун, точнее, Маэстро и Кирун. Увидимся, до скорого. Все, всем пока, спасибо за то, что были с нами, и далеко не уходите, мы продолжаем. Да.